«Книга открытым оком. Том 3. Вопрос 1103. Взаимоотношения. Несколько дней назад по телевизору показывали интервью с Зоей Крахмальниковой. Вы поддерживаете с ней сейчас переписку? Чем она сейчас живет?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Я уже говорил и не раз о Зое Крахмальниковой, о нашей первой встрече с ней, как я влюбился в нее, даже еще не встретившись с ней, за ее горькие плоды сладкого плена, о предательстве в церкви, о Сергиевской декларации. Я так и не могу понять, почему у нас прервалась с ней связь. На нее как-то все навалилось вдруг после ее освобождения». Она отбывала в Горном Алтае, в Усть-Кане, в то же самое время, когда я сидел в тюрьме, по той же самой статье. Я много раз был у нее на квартире. Она жаловалась на измену мужа, Феликса Светова, и не могла простить его. Последовал развод, размен квартиры, и она осталась одна, больная, с приступами, каким-то душевным заболеванием. Это писал мне писатель Александр Нежный, но через других она сообщала, что письма мои получает, но не пишет, ибо не знает, что ответить. Для меня она так и осталась, как Девора во Израиле. Да будет она благословенна у Господа вовеки. Минуты, проведенные с ней, это часть моей жизни, которую я вспоминаю с большим удовольствием. Где она сейчас? Говорят, что приняла монашество, да благословит ее Господь. Знавал я нищего, как тень с утра бывала целый день, старик под окнами бродил и подаяния просил. На все, что в день не собирал, бывало к ночи раздавал, больным калекам и слепцам, таким же нищим, как и сам. В наш век таков иной поэт, утратив веру юных лет, как нищий старик изнурен, духовной пищи просит он. И все, что жизнь ему не шлет, он с благодарностью берет и душу делит пополам с такими ж нищими, как сам. 1847 год. Яков Петрович Поломский.